Девушки отдыхают Можно ли взять в аренду дачный домик или коттедж на месяц или на все лето? Вот такой загородный дом стоит примерно 15 тысяч рублей. Давайте пойдем и посмотрим, что нам арендаторы предлагают за эти деньги. Дом деревянный, из бруса, двухэтажный, проведено электричество, есть печка и небольшой камин, и вся необходимая мебель. Хороший большой участок земли для посадки урожая, а также баня на дровах. Из минусов, которые мы заметили, это отсутствие воды, только колонка и санузел во дворе. А в целом хороший дачный вариант находится в 17 километрах от города. Второй вариант дачи на лето оказался дороже. Арендная плата за такой дом составляет 45 тысяч рублей в месяц. Сумма немаленькая, но и дом непростой. Кирпичный, двухэтажный, в цоколе есть погреб. Из достоинств, сауна, четыре комнаты на верхнем этаже, одна большая на нижнем, гараж, свет, вода, отопление и летняя кухня. Теперь о недостатках. На наш взгляд, тут очень маленький участок земли, вырастить на котором, пожалуй, можно только цветы или лук. Подойдет для отдыха, но не для дачных посадок. Чтобы узнать, пользуется ли услуга аренды дачи на лето у красноярцев, мы обратились в риэлторское агентство. Можно, конечно, заняться поиском самим. Это, конечно, займет много сил и времени. Там нужно, конечно, знать, где искать. Сейчас аренда в нашем городе развита, что в основном у каждого собственника, который занимается сдачей своего жилья, в аренду есть либо свой личный риэлтор, либо агентство, в котором он постоянно обращается. Цены на дачные участки стартуют с 5000 рублей. За эти деньги можно взять в аренду небольшой земельный участок с временными постройками. Жить все лето вряд ли получится, а вот посадить и убрать урожай наверняка. За 15 тысяч рублей в месяц вы снимете дом с мебелью, водой и светом. В нем прекрасно проживете весь отпуск и осенью соберете урожай. Ну а для тех, кому комфорт превыше всего, есть загородные коттеджи, которые в аренду можно взять за 35 тысяч рублей. Но отдых же за городом бесценен. Тут просто ты отдыхаешь душой. Ты развиваешь сам себя, просто убираешь этот лишний жир. А чтоб там прибыли какой-то, нет, это просто отдыхаешь ты. Наш вам совет, не тратите лишних денег. Помогите своей бабушке посадить картофель или морковь. А когда закончите, можно смело пожарить с друзьями шашлыки. Думаем, бабушка будет только рада. Ну или как вариант, наведайтесь к друзьям на дачу. Может им нужна ваша помощь. Совместите приятное с полезным.